Почти месяц. С 20 апреля воспитанники детских домов, интернатов, постояльцы социальных центров живут в полной изоляции. Вместе с ними круглосуточно находятся и сотрудники этих учреждений. Они перешли на вахтовый метод по две недели. Каким творчеством мы сегодня занимаемся? Мы сегодня делаем цветочки из органзы. У нас есть органза, есть заготовки для лепестков. Из заготовок мы делаем лепесточки, сшиваем их нитками. Получается, делаем 11 штук и делаем цветок. В стационарном отделении городского центра обслуживания пожилых и инвалидов сейчас находится 26 проживающих и 8 сотрудников. Социальные работники перешли на сменный режим. Они трудятся по две недели. 19 мая заступит уже третья смена. Мы круглосуточно находимся здесь. С 21 апреля у нас уже проходит последняя неделя второй смены. И вот в третью смену заступают уже новые люди. Они находятся на самоизоляции. И по результатам проведения тестов на коронавирус они приступят к работе в третью смену. То есть все, кто сейчас на смену во вторник придет, они все сдавали анализ на коронавирус? Сдадут. А вот в эти дни уже. Ни у сотрудников, ни у проживающих никаких респираторных проявлений не было, сообщает в Центре соцобслуживания. Режим изоляции до особого распоряжения руководителей региона введен во всех подобных учреждениях с постоянным проживанием. Такой режим работы коснулся 31 организации. Напомню, что в изоляции находятся у нас проживающие в них пожилые граждане. Их более 2700. А также порядка 450 сотрудников интернатов и домов ветеранов. Мы ведем ежедневный круглосуточный мониторинг здоровья подопечных и сотрудников наших учреждений. Валентина Михайловна больше года живет в стационаре Чебоксарского центра соцобслуживания. С введением изоляции изменился распорядок дня. Нам нельзя выходить. Без маски мы не ходим. Руки мыли и так, и так моем. И куда больно расстояние мы соблюдаем. Очень строго. Без самоотношений нас держат, как назад. Очень захочутся. Так что туда-сюда нельзя нарушать. И теплина высокая здесь. Каждый день у них расписан по программе обязательные спортивные занятия, лечебно-профилактическая гимнастика, устраивают и турниры. На прошлой неделе завершился шахматно-шашечный и песенный. На этой проходит интеллектуальный и конкурс чтецов. Я не жду особенных подарков, а поча от жизни одного, чтобы она была бы в меру яркой, а не черная, словно воронье. А в душе, чтоб музыка звучала, и стихи рождались в голове, чтобы я обидчиков прощала и ценила тех, кто дорог мне. Спасибо.